Мы очень трепетно относимся к каждому знаку, который должен появиться в университете не просто надолго, а навсегда. Потому что создавая вот такой вот рельеф, допустим, или даже мемориальную доску, если мы вывешиваем, не говоря уже о памятнике или бюст на территории, это, конечно, всегда очень взвешивается, очень тщательно и скурпулезно, потому что университет, конечно, это созвездие. Это вот созвездие, которое, в нем есть звезды первой личины, есть бриллианты, и их всегда немного, и поэтому сегодня очень приятно, что мы чествуем Алексея Алексеевича, что это происходит в присутствии родственников. Только вам отдельное огромное спасибо, потому что я знаю, что и ваша лента, чтобы это появилось здесь, она, так сказать, есть и с точки зрения инициирования этого процесса, и поддержки, и оценки экспертной портретного сходства и так далее. Поэтому я всех нас поздравляю с этим событием, я рад, что в университете происходят хорошие вещи, которые, так сказать, привлекают следующие молодые звездочки в орбиту университета, понимание того, что здесь ценится интеллект, ум, настойчивость, воля и первой ступенечки хорошие человеческие качества. Поэтому с праздником всех! Поздравляю! В среде токсикологов, как в данном случае, он называет первым токсикологом, в среде фармакологов, соответственно, первым фармакологом. И после смерти Николая Павловича Каровкова, отца, как и считают, русской фармакологией, в 1924 году, по сути, главой фармакологической школы и токсикологической одновременно, в Советском Союзе, стал Алексей Алексеевич Лихачев. И нес это время до конца своих дней. Я с такой вот трогательной благодарностью хочу вам сказать спасибо, Игорь Владимирович, и Сергею Федоровичу, за замечательные идеи. И, может быть, это что-то символическое, что вот череду празднования 125-летия университета мы начинаем с открытия Горелиха Алексея Алексеевича Лихачевого. Спасибо за внимание. Ну, на всех наших мероприятиях, памятках, естественно, мы вспоминали и при чат-презентациях, видеофильмах Алексея Алексеевича, ну, это как святое, что называется. Но у нас всегда, ну, может быть, в силу временной отдаленности не хватало немного вот какого-то живого восприятия. И вот вы знаете, что эта брешья закрылась. Закрылась она сравнительно недавно, когда мы узнали, что к нам обращаются потомки Алексея Алексеевича Лихачева, сидящие здесь части. И я хотел бы обратить внимание на то, что вот, ну, когда снимут этот крывал, вы еще раз посмотрите. Но главное, что, на мой взгляд, очень удачно выбрано место, когда заслуга Сергея Федоровича без всякого подхалима, что мы много обсуждали, говорят, действительно так же. Почему удачное место? Потому что, представьте себе, через эти двери каждую неделю проходят около тысячи студентов. И это из недели в неделю, из месяца в месяц, из семестр в семестр в течение всего учебного года. Поэтому поневоле, когда проходят через эти двери, видят этот горельеф, у них возникает импринтинг в памяти. Фармакология ассоциируется с образом Алексея Алексеевича. И потом, когда они окончат наш университет, и у них будут вечера встречи, там будут вспоминать матер. Фармакология точно вспоминает, вот как и анатомия. Ну и, соответственно, вот этот импринтинг, он скажется, да, аллогия, да, вот это очень важно. Ну и мне хотелось бы, конечно, отдельно еще раз поблагодарить потомков Алексея Алексеевича, Никита Сергеевича, вас, как, скажем, представителей, с которыми мы в большей степени общались. Мы считали, что мы живем достаточно далеко от Санкт-Петербурга, в городе Иваново, за тысячу километров. Но на самом деле все наши корни, они происходят именно из этого города, да, потому что Алексей Алексеевич, это был мой прапрадед. Значит, мы читали и знали, и чтили его историю. У нас очень много фамильных документов, да, которые рассказывают о его трудовой деятельности и о том, чем он вообще был выдающийся. Вот выдающемуся человеку, человек, который основал замечательный кафедр, действительно высокую науку, открывается в рельефе. Все, мы снимаем.